Не нравится ему мне! Мой! Ай! Фу, бля! Экскудимого! У нас тут маленько сегодня запачкан. Поэтому давайте-ка переберемся в другое место. А я пока эту тварь утащу отсюда нахрен. Говорю я спонсорам спасибо, ведь они сами там. Да. Я рад вас приветствовать, мои дорогие друзья. В фэнтези-таверне? Да, сегодня нам пришлось переселиться немножко в другую комнатку. Потому что основной зал слегка забрызган мозгами одного невежи. Но это все пустяки. Это мы приберемся, все будет налажено, все будет в порядке. Уж извините. А пока вот немножко попутешествуем. Ну и отправимся еще на охоту на всяких тварей. Это не главное. Главное это наша сегодняшняя тема. О которой очень хотелось бы с вами пообщаться. И, надеюсь, ваши комментарии немножко это все дело разобьют. И это перерастет в действительно полноценное общение. Итак, сегодня я бы хотел с вами поговорить о таком деле, как ролевые игры. Нет. Все извращенцы, успокойтесь. Нет, не те ролевые игры. Спокойно. В любом случае, как бы, да. В простонародье у людей, которые вообще никак не связаны с ролевыми играми. Вот это вот понятие ролевые игры. Господи, как много слов ролевые игры. В общем, оно все связано либо с извращенцами. Ну, как-то вот так вот вышло. Уж извините. Либо связано с ботаниками. Вот такими, извините за слово, но задротами. Которые сидят такие... О, я эльф. О, я дракон. Давайте расставимся по местам. И, в конце концов, если мы сможем это все дело объяснить, разжевать и добиться какого-то смысла и понимания, ну, можете поделиться этим роликом с теми людьми, которые все-таки вот так вот вас обзывают и меня обзывают. Ну, как-то так устроено. Итак, давайте разберемся с ролевыми играми. Вообще, в принципе-то, понятие ролевая игра подразумевает под собой отыгрывание некой роли. То бишь, мы примеряем на себя роль некого актера, который, грубо говоря, представляет из себя некого персонажа. Это может происходить абсолютно разными путями. Потому что ролевые игры, в принципе-то, делятся на много разных вариантов. Сейчас немножечко о каждом попробуем по порядку. Итак, самый простой вариант, на котором особо даже не хочется зацикливаться, это компьютерные ролевые игры. Это как просто RPG, так и MMORPG. Почему на них не хочется зацикливаться? Да потому что просто-напросто крайне мало, допустим, ну хотя бы у нас в СНГ так точно, ну сугубо из моего опыта, очень мало людей, которые вот целенаправленно занимаются отыгрышем роли в каких-либо вот именно компьютерных играх. В одиночных я вообще себе это слабо представляю, хотя... сам горишил. А в MMORPG, ну это прям очень-очень редкие исключения. Даже в мою бытность игры во Властелин колец онлайн, таких игроков было, ну, категорически мало, которые занимались конкретно отыгрышем роли. Это была просто редкость. Что сейчас происходит? Как это сейчас поменялось? Ну, представить себе тоже крайне тяжело могу, что где-то существуют целые сервера, русскоязычные, где игроки целенаправленно занимаются роллплеем. Неважно в какой игре. Варкрафт, Властелин колец, линейка и прочее-прочее-прочее. Ну, не могу себе такого представить. Если такие есть, блин, ну напиши в комментариях, потому что для меня это, ну, что-то сверхъестественное. Это, в принципе, да. Хотя, 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 да. Как бы, ну, само понятие RPG-игра, оно ведь под собой подразумевает, в конце концов, role-play game. Типа, ролевая игра. Но почему-то как-то вот не срослось. Всё это ушло вот в какие-то просто я хочу качать скиллы и подобные-подобные-подобные дела. Ну, как говорится, на вкус и цвет. Нет, все фломастеры разные, все орки вроде бы одинаковые. Но это не точно. Другой вариант, это, допустим, те же самые LARP. Live Action Roleplay. Да, это про тех самых ребят в простонародье, как все их считают, что это чуваки, которые собираются в лесу, напиваются и бегают в костюмах эльфов и кричат пил-пил-пил. Нет. Движение LARP, оно крайне прикольное. Мне довелось пообщаться с несколькими людьми. Увы, но в прошлом году так вот и не добрался на игру по Вархамеру, хотя оно проходило, блин, ну, в 10 километрах от дома. И как бы можно было, ну, не помню, почему-то вот не смог. Хотя было бы интересно. Собственно, сейчас всё это движение, оно уже переросло вот это вот просто пьянка в лесу в неком антураже. Нет, появились настоящие мастера, команды мастеров, которые организовывают полноценные игры с крутыми, действительно проработанными правилами, механиками и системой. Всё это крайне интересно, всё это происходит в разных вселенных, как в авторских, так и в вселенных, ну, довольно-таки известных. То бишь там и властелин коллекции, и вархаммер, и варкрафт, и прочее, 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 прочее. Ну, и плюс, разумеется, исторический отыгрыш. То бишь, когда берётся некая конкретная историческая эпоха, исторический период, и игроки, собственно, отыгрывают все вот эти вот дела, происходящие в тот момент. Это может быть не обязательно просто отыгрывание какой-то битвы, как и фэнтези, так и исторической. Нет, это может быть отыгрывание вообще просто даже быта тех или иных существ, тех или иных эпох, периодов и так далее. В чём вообще суть всего этого дела? Во-первых, это костюм. Это великолепно. Это интересно даже просто смотреть на это. Интересно смотреть за тем, как люди создают эти костюмы. Особенно, когда это, блин, костюм какого-нибудь Скавина, ну, да, которых не существует, но в конце концов, сделать костюм Скавина. Вы вообще представляетесь, и такое. А это происходит на самом деле. Люди это делают, это есть, и это очень интересно, это очень круто. Собственно, даже сама вот Live Action Roleplay делится на очень много категорий, на камерные игры, где всё происходит в неком помещении, небольшом, и все отыгрывают именно конкретно в этом помещении. Допустим, там какой-то дом, ангар, и тому подобные вещи. Есть прям полевые игры, огромные, где люди уезжают на несколько дней, даже на неделю, и живут конкретно в лесу, в шатрах, и как бы применяют вот на себя весь этот быт такой, жизни в лесу. Это, это великолепно, это интересно, но это не для меня. Ну, я люблю комфорт и уют, и я люблю сидеть у себя в таверне и получать удовольствие от того, что у меня есть бокал моего темного винишка, и я с удовольствием могу общаться с вами. Но, и сейчас перейдем к остальному. Как я уже говорил, отыгрываются разные вселенные, разные эпохи, и происходит это в разных масштабах от просто каких-то камерных, маленьких игр и до огромных полевых игр, там вплоть до нескольких, там, ну, недели, допустим. Что, кстати, важно упомянуть, живой отыгрыш не обязательно должен быть ассоциирован, должен происходить в некой либо фэнтези вселенной, либо в каком-то историческом периоде, потому что есть еще такое небольшое ответвление от ролевых игр, это страйкбольные ролевые игры. да, ребята, обвешанные всякими автоматами, пушками и прочими делами, точно так же примеряют на себя роль каких-то отрядов, каких-то войск, уезжают куда-то в лес, выполняют созданные мастерами, созданные организаторами некие боевые задачи, то есть что-то максимально приближенное к реальным боевым действиям. Да, с одной стороны это интересно, с другой стороны да, пускай лучше играют в войнушку. Далее же перейдем к моим любимым настольным ролевым играм, которых, черт возьми, множество. Их просто невероятное количество, все это мы прекрасно понимаем, но что они собственно из себя представляют? Это мы собираемся за столом, где-то дома, где-то в клубе, усаживаемся за него, открываем волшебную коробочку, или не коробочку, а открываем волшебные книги, листы персонажей, и погружаемся в какой-то мир, создаем своих персонажей, начинаем играть. Да, существует огромное количество всевозможных систем для отыгрыша, для игры и прочего-прочего, сводов, правил, законов и прочего-прочего-прочего. Почему они существуют? Потому что, в конце концов, настольные ролевые игры это, что ни на есть, самое крутое развлечение для наших мозгов. Почему так, я немножечко объясню попозже, потому что настольные ролевые игры крайне тесно связаны и крайне тесно перекликаются с текстовыми ролевыми играми. Также их именуют еще форумные ролевые игры и ролки, ролевки, как их только не называют в интернете. Но, собственно, да, с появлением интернета появились вот такие вот прекрасные чудеса техники, искусства, как вот те самые, да, текстовые ролевые игры. Изначально они были, да, именно форумные, где на форумах люди занимались тем, что отыгрывали каких-то персонажей в виде текста, писали огромные тексты про своих персонажей, описывали их действия и тому подобное. Со временем, да, все это дело перекочевало либо в другие ресурсы, такие, допустим, как ВКонтакте, Дискорд, либо в полноценные приложения и тому подобные штуки. Почему это удобно перейти на другие? Потому что форумы не дают тех возможностей, которые дают либо социальные сети, либо другие вот эти вот все ништяки. Итак, как я и говорил, и текстовые, и настольные ролевые игры в какой-то степени связаны между собой. Да, потому что эти оба вида ролевых игр, они задействуют непосредственно нашу фантазию. А это самое невероятное из штук, которая может только вот сделать игру интересной. Почему? Допустим, допустим, если сравнивать с той же компьютерной ролевой игрой. Компьютерная ролевая игра ведет вас по, ну, как правило, по какому-то строго определенному сюжету. Вы видите всех персонажей, вы видите все локации, вы видите невидимые стены, вы не можете пойти налево, не можете пойти направо, вы видите кат-сцены и тому подобные вещи. ролевые игры настольные, ролевые игры текстовые, они не ставят жестоких, не жестких, жестоких рамок, они не подавляют вас, они дают вашему воображению разыграться прям на пол. вы прям вот как попадаете в кинотеатр не 5D, а даже больше, то бишь вы с помощью своей памяти вы можете вспомнить какой-то запах, который вам описывает мастер в игре и соответственно погружение увеличивается. Вы можете наполнять то, что описал какую-то локацию вам мастер, вы можете ее наполнять в своих мыслях, в своих фантазиях какими-то деталями. Каждый в принципе игрок все равно воспринимает эту локацию по-своему, потому что она уникальная для каждого. Мастер не упомянул, что где-то там есть какие-то факелы, но ваше сознание это представило, соответственно вы видите какие-то темные углы помещения. В общем, у вас есть огромные просторы для того, чтобы прочувствовать игру, погрузиться в нее полностью. У вас нету никаких ограничений. Соответственно, вы можете использовать свою память обоняния, память осязания, вкусовую, абсолютно все. Вы задействуете все свои чувства для того, чтобы ощутить игру по полной. В этом огромнейший плюс ролевых игр настольных и текстов. У вас есть свобода, которой нету в принципе наверное даже в ролевых играх живого действия. да, потому что вы ограничены каким-то визуальным видом своих противников, своих сопартийцев, своих соклановцев и совойсковцев, я не знаю как правильно это слово сказать. Но суть, я думаю, вы поняли. В текстовых и настольных ролевых играх у вас этих ограничений нет. В конце концов, рано или поздно кажется, что вот что за бред ты несешь? Какие нахрен ролевые игры, если есть настоящая жизнь? Да? Сейчас мы это обсудим. Да. У каждого из нас есть своя собственная жизнь, в которой мы выполняем некие квесты. Сегодня, когда ты учишься в школе, у тебя квест получить такие-то такие-то оценки. Завтра, когда ты учишься в университете, получить зачеты такие-то, такие-то. А послезавтра, когда ты работаешь на работе, у тебя квест выполнить такую-то работу и получить голду! Если бы рубли! Бля! Рубли! Ну, как-то так вот вышло, да. Рубли у нас, а не золотые монеты. Чертовски обидно! Ну, да ладно. Собственно, да, многие говорят, что вот зачем эти ролевые игры, если есть реальная жизнь, в которую нужно играть, выполнять вот эти задания, выполнять эти квесты. Ну, а ты кукухой-то не тронешься, дружок! У каждого должна быть какая-то отдушина, у каждого она есть. Среди моих знакомых даже есть огромное количество людей, у которых отдушиной служит, допустим, огромное количество алкоголя и прочих веществ. Да, так они отдыхают. Пойти в клуб, на следующий день лежать с больной головой и прочие дела. Допустим, это не мое. У кого-то отдушина в виде, допустим, какого-то экстремального спорта. Почему нет? Прыгать с парашютом. Я боюсь высоты. Не мое. Окей. У кого-то еще какие-то есть? Ну, окей, пускай они остаются с ними. Для меня отдушина это покорение, это пребывание в неких вымышленных мирах. А почему нет? Я хочу себе позволить, чтобы я в них находился. Я хочу получать удовольствие. Я хочу получать удовольствие от того, что я воспринимаю себя не просто обычным человеком, а человеком, который может делать фаерболы. Черт возьми, а почему нет? благодаря другим игрокам, когда мы собираемся за столом, когда мы собираемся в интернете играем, я могу это ощущать, потому что мы отыгрываем все вместе. Соответственно, мы погружаемся в мир, и я чувствую себя другим человеком. Не всегда, конечно, человеком, но все же. Ну, потому что да, ролевые игры снова же дают нам свободу, ты можешь почувствовать себя не просто человеком, ты можешь почувствовать тупым орком, который хочет просто в конце концов чей-то череп пробить, сожрать чей-то мозг, если ты не ожить, и прочие-прочие варианты, потому что снова же у тебя есть свобода. В реальной жизни ты не можешь себе позволить проломать кому-то черепушку, хотя, конечно, есть такие индивиды, которые могут себе такое позволить, но это до тех пор, пока тебя не закроют. Ну, как бы вариантов немного, либо убегать очень долго, либо сидеть, либо, скорее всего, тебя уничтожат, да, во время задержания. Но, да ладно, мы отвлеклись, собственно, от основной темы. я люблю погружаться в другие миры, я люблю их изучать, я люблю ощущать себя кем-то другим. Кто-то может сказать, что это некое извращение, вот это вот увлечение. Тогда я тебе, дружок, тоже задам вопрос, а не извращение ли каждую субботу или пятницу идти в клуб, а затем пьяным выползать из него и выглядеть хуже, чем орк, или как нежить, я не знаю, но вот, благо я насмотрелся в последнее время на людей, которые вот в пять утра выходят из клубов, спят где-нибудь на бордюрах, на всяких парапетах, ну, это их выбор, они отыгрывают, для меня, они отыгрывают роль чертами змеи, я не знаю, как такую расу можно назвать, но явно не очень развитая, технологий у них вообще никаких нету, только то, что они переняли от всяких рас, которые более цивилизованные, более развитые, помимо воспитания их племени, вот, отлично, можно их называть племен, помимо воспитания их племени у них нету ничего, ну, как бы, да, приспособленцы некие, которые живут и получают удовольствие от некого непотребства, право, я их не осуждаю, пускай занимаются чем хотят, но и не надо лезть к нам, к королевикам, тем, кто любит и уважает более, в принципе, творческое проведение времени, время препровождения, мы имеем на это право точно так же, как они имеют право показывать себя в виде вот этого нецивилизованного племени. Вот, я надеюсь, я более-менее тебя погрузил вообще в понимание, что такое вот эти вот чертовые ролевые игры, каких видов они бывают, дальше же будем просто уже разбирать более подробно, мы остановимся подробнее на играх живого действия, с примерами, возьмем даже интервьюшку одного человечка, который в этом деле профессионал, подробно не думаю, что будем останавливаться на компьютерных ролевых играх, потому что не такие уж они ролевые, как вы, я думаю, поняли из того, что я вам сегодня рассказал, ну и, конечно, мы очень-очень сосредоточим внимание на настольных ролевых играх и, конечно же, на текстовых ролевых играх, на которых я, в принципе, уже то съел собаку, потому что скоро запускается проект Heaven Grave, да, тот сам проект, который я вот все время пиарю, потому что он будет крутой, обязательно регистрируйся и не пропускай, я же на этом сегодня все, попрощаюсь, мы и так многое обсудили, но еще очень будем много обсуждать ролевых играх, надеюсь, тебе была интересна такая вот встреча, и, что, до скорой встречи, а мне там еще кровищу убирать, не знаю, шаплегавые не нагрянули, надо все это дело отмыть. Счастливо, дружище.